Добрый вечер! На улице похолодало, но это совсем не значит, что именно поэтому мы пригласили в нашу студию нашего сегодняшнего героя, которого я с удовольствием и представляю. Это первый заместитель главы администрации курортного района Андрей Александрович Константинов. Добрый вечер, Андрей Александрович. Здравствуй, Юра. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я хочу сказать, что это плановая встреча с нашим сегодняшним героем, и мы постараемся обсудить ряд наиболее животрепещущих вопросов, которые сегодня существуют в нашем районе. Напоминаю вам, что свои вопросы нашему гостю вы можете задавать по телефону, который видите на своих экранах, и в конце передачи, наш гость определит победителя, и этот телезритель получит приз. Сегодня это приз от медицинского центра «Маршал» – УЗИ. Всего того, что вы пожелаете, что для вас необходимо, и является наиболее важным и ценным в вашем здоровье. Напоминаю также и о опросе в группе ВКонтакте. Мы продолжаем контролировать или держать на контроле тему, связанную с вывозом мусора. И вот поэтому мы сформулировали вопрос так, как вы относитесь к тому, что многие жители частного сектора не платят за вывоз мусора. Вот как раз в конце передачи, или, может быть, даже чуть раньше, я попрошу вас прокомментировать те цифры, опросы, которые мы получили. Хорошо. А начать мне хотелось бы, глядя на вашу благородную седину, с вопроса, а то вы ведь были комсомольцем, наверное, в свое время. Конечно, комсомольцем я был. И так давно столетие отмечалось этой организации. Вспоминаете ли вы свои комсомольские годы? Ну, как и любой человек, вспоминая свою молодость, я вспоминаю свою. Комсомольцем я, конечно, был, вот до партии не успел дойти, потому что случились у нас другие времена, и все это поменялось. Но, тем не менее, хочу заметить, что, с одной стороны, учитывая постоянное стремление к лидерству, хотелось возглавить какие-то движения, и неоднократно предлагалось мне возглавить комитеты комсомола крупных предприятий, например, и даже в райкоме комсомола Солнцевского района города Москвы мне предлагали пойти третьим секретарем работать. Но, с другой стороны, все время что-то останавливало. Я, в общем-то, как-то не до конца, по всей видимости, я разделял идеологию, исповедуемую в то время комсомолом. И, в общем-то, до руководящей работы в комсомоле я так и не добрался. Ну, идеология-идеология. А может ли вы сказать, что все-таки те организаторские навыки, которые вы тогда все-таки приобрели, да, вот сейчас в вашем теперешнем положении вам помогают? Ну, я думаю, что, скорее, это врожденное. Умение. Но комсомол все-таки способствует. Да, оно возможно. И оттачиваемое впоследствии, в том числе, да, и в комсомоле, это при работе с молодежью, вот, при организации различных мероприятий. И вообще задача-то стояла, как увлечь молодежь. Она до сих пор стоит. И до сих пор, вот уже сколько лет прошло, никто, в общем-то, наверное, не может дать на нее внятный ответ, как увлечь молодежь. Как увлечь молодежь. Чем-то, да. Она увлекается сама. И, в общем-то, надо, конечно, просто следовать в тренде этих увлечений, а не пытаться что-то навязать. Моя точка зрения. Ну, то есть, никаких отрицательных эмоций, я имею в виду, идеологическую подоплегу. Все-таки в ваши молодые годы вы не испытываете? Ну, нет, конечно, конечно. Время было молодое, время было золотое. А у нас есть звонок, мы послушаем сейчас нашего телезрителя, прежде чем продолжим диалог с нашими героями. Говорите, пожалуйста, слушаем вас, вы в прямом эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Маргарита, я хотела бы задать два вопроса Андрею Александровичу. Пожалуйста. Во-первых, я хотела бы его поблагодарить за его, в общем, очень плодотворную и насыщенную работу, которую видят наверняка все священные. Спасибо большое. Два вопроса у меня. Первый. Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, уже много лет стоят дома Северного Модерна, в частности, дом профессора Кречева. Насколько сегодня разработана концепция восстановления этих домов и конкретно, что на сегодняшний день, какова судьба этих домов? Второе. Вопрос чисто житейский. Скажите, пожалуйста, был ли такой человек в вашей жизни, к советам которого вы прислушиваетесь и прислушиваетесь до сих пор, я имею в виду по определению вас, как профессионала и человека. Спасибо. Спасибо за вопрос. Маргарита, спасибо за вопрос. Ну, давайте по порядку. Дома Северного Модерна. И в частности, вот вы назвали одну из дач, которая находится под охраной государства, но, к сожалению, как и многие другие такие объекты, они разваливаются, ветшают без должного ухода за ними. К сожалению, это закономерный процесс. Я напомню, что два года назад в городе было организовано общество с ограниченной ответственностью «Авинариум», которому предстояло заняться практически девятью десятками домов в курортном районе, находящихся вот в таком состоянии. То есть эти дома были частично расселённые, частично разрушенные и, по сути, никому не нужные, но, тем не менее, находившиеся под охраной комитета по охране памятников. И была непонятна их дальнейшая судьба. Вот комитет имущественных отношений создал это ООО «Авинариум» с целью вдохнуть новую жизнь в такие дома. Значит, все эти 90, ну я говорю плюс-минус, да, 90 домов были разделены на три категории, значит, которым была уготована следующая судьба. Первая категория – это дома, которые можно было отдать инвестору на каких-то условиях, я говорю отдать, это может быть или продать, или отдать в аренду, под обязательство отреставрировать эти дома, привести их в первоначальный вид и, значит, определить для них какое-то назначение как общественное пространство, да, то, что сейчас называется общественное пространство. Это может быть библиотека, это может быть, я не знаю, там, выставочный зал, какие-то кружки для жителей района, для детей и так далее. Значит, второй куст этих домов должен был быть восстановлен и отдан в коммерческую эксплуатацию. И третий куст – это просто снести эти остальные дома, да, которые не представляют никакой особой ценности, и продать землю на аукционе для, наверное, дальнейшей застройки. Учитывая, в общем-то, присущую каждому длинному и долгому делу бюрократию, до сих пор эта идея не начала воплощаться в физическом смысле, но сделана большая документарная работа, вот, и ООО «Авинариум» сейчас вышло на уже проектирование определенных работ, которые в следующем году предстоит сделать с каждой из трех этих категорий домов. Будем надеяться, что бюджет выделит деньги на это, вот, и, значит, мы, в общем-то, начнем реальную оказывать помощь и заботу об этих домах. Если дома не разрушатся окончательно к тому моменту. Да, бывает, что они и падают у нас, и осыпаются, вот, ну, пытаемся их поддерживать. 90-е, это во всем районе имеется в виду? Во всем курортном районе, да, это и Зеленогорск, и Сестрорецкий, Песочное, и так далее. Вторая часть вопроса, или второй вопрос? Второй вопрос, да. Был ли у меня такой мудрый человек, который наставил меня на путь истинный и продолжает, в общем-то, меня, наверное, патронировать и курировать. Вы знаете, скорее это не физический человек, который был такой, а скорее это такой собирательный образ. Я много читал, меня, я напомню, я когда-то уже говорил, что у меня дома была библиотека от дедушки с бабушкой, порядка трех тысяч книг, особенно автобиографические книги были очень интересные. Я зачитывался биографиями известных людей, в том числе организаторов талантливых, там, или изобретателей, или инженеров, вот. Это мне, в общем-то, мотивировало на то, чтобы попытаться достичь что-то в жизни. Ну и второе, я действительно по жизни встречал различных людей, которые так или иначе вносили свою лепту в то, чтобы вот где-то им подражать, где-то попытаться подтянуть свое образование до уровня, да, или там языковое образование. Ну, вот примерно так. А сейчас есть такие люди? Да, пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Сейчас я уже сам буду становиться для поставки. Спасибо. У нас есть звонок, и мы слушаем телезрителя нашего. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Андрей. Андрей. Лев Лурья говорил, как-то, что Сестрорецка – это с северной Сочи. И вот мой вопрос, возможно ли строительство набережной, возможно, от Сестрорецка до Солнечного, или даже от Сестрорецка до Зеленогорска. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Андрей, да, спасибо за вопрос. Видимо, не у одного меня, а у множества людей есть потребность видеть здесь набережную. Она действительно будет здесь великолепно смотреться и будет к месту, и будет местом для прогулок и променада не только жителей нашего района, но и всего Санкт-Петербурга. А если эту набережную еще сделать не голую, а укомплектовать ее объектами развлечений, объектами питания, культурного развития, то, конечно, это будет одно из любимых мест города. Но чем осложняется вот это начинание у нас, тем, что, конечно, у нас ледовая обстановка зимой тяжелая, у нас льды выходят до 50 метров на берег, торосы, с замерзанием залива. Поэтому эта набережная все равно будет получаться в глубине. Отнесена от берега. Отнесена от берега. То есть, по сути, набережная, чтобы было за какой-то, допустим, каменной кладкой или деревянной вода, так не получится. Но, тем не менее, променад, если это так можно назвать, конечно, это идея великолепная. Мы ее, в частности, представляли два года назад в комитет по инвестициям Санкт-Петербурга. И там тоже нашли понимание этого. Но вопрос финансирования. Ее надо запроектировать, эту набережную. А это, в общем-то, достаточно большой объект. У меня свой вопрос. В связи очень короткий. А если это все-таки набережная будет, как сохранить пляжи? Не может же набережная быть настолько близко к линии воде, что пляжи перестанут? Нет. Получится, что вот вода, песок, да, пляж, там набережная, да. Во многих городах она каменно-бетонная, во многих местах она деревянная, просто деревянные доски, настилы, и красиво получается. То есть, в принципе, мы можем ожидать и начала работы таких. Не исключаю. Рано или поздно, да. Я думаю, что до этого мы дойдем. Еще есть звонок от телезрителей, мы его слушаем. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Дима, хотела, как говорится, вас поблагодарить, ваших всех сотрудников за хорошую работу и за вашу... Извините, 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 пожалуйста. Извините, пожалуйста. Алло, 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 вы меня слышите? Слышу, да. Это женский голос, вы сказали Дима, я думал, вы представились как Дима. А Дима тогда у нас кто? Ой, я вас попутала. Меня попутала, я Юрий зовут, ну ничего страшного. Юрий, ага, извините. Да. Ничего страшного. Слушаем вас, пожалуйста. Александр, Андрей, как, Андрей Александрович. Да, Андрей Александрович. Андрей Александрович, конечно, хотел поблагодарить за вашу работу, всех благ и многолетий, и чтобы всегда относились к людям так же, как, ну как говорится, как и работаете. Спасибо. Первый вопрос хотел задать по поводу вот этих вывоз мусор, вот этих частников, вот эти дорожки там, ну любые частники. Нельзя же, можно же вот как-то отследить или что-то. Вот эти контейнеры их заставить маленькие покупать для дома. Мусор сразу появится. А так этот мусор выводится у нас. Вот я смотрю на Борисово в осень у нас стоят, у нас приезжают. И цветочные магазины, и Борисово 4, 40-ая поликлиника, больницы, все мусоры несут. Потом ругаются. Вот как-то, я не знаю, можно как-то это отследить или что-то. И отдать это в муниципальные советы, вот эти частные дома. Тогда будет эффективнее. Как вас зовут? Будьте добры. Марина, Марина. Марина. Это ваш вопрос, да, Марина? Да, да. Спасибо большое. Марина, вопрос действительно непростой, потому что если бы он был простой, я думаю, что он был бы давно решен. Вот. Но, тем не менее, даже введение единого оператора, который должен был по обработке, сбору и транспортировке мусора, который должен был заработать в нашем городе с 1 января, откладывается. Из-за того, что не решен ряд достаточно серьезных таких, я бы сказал, стратегических вопросов. Вот. Поэтому кажется, что очень легко расставить акценты, что вот вы в свой бачок ввозите, там, сороковая больница в свой, а соседний магазин вот должен тоже поставить контейнер и вывозить. К сожалению, в жизни так не получается. Значит, каждый пытается отнести мусор соседу, к сожалению. Вот. Ну, может быть, не каждый. Я не берусь огульно, конечно, обвинять всех, но, тем не менее, таких много. И организаций, и людей. Вот. Поэтому, к сожалению, так не получается. И вопрос фасовки этого мусора, вот, кто куда должен относить, он почему-то вот все время оказывается в разряде неразрешимых. Вот. Тем не менее, попытки мы, конечно, будем дальше предпринимать. Мы два года назад объявили о том, что мы начинаем подписную компанию по вывозу мусора от частных домов. Вот. Что значит подписать? Ну, подписать договор. То есть, частный владелец домовладения должен подписать договор о вывозе мусора. И тогда будет где-то ставиться бак или будет мешочек вечером там или утром собираться. Ну, там есть другие разные способы собрать мусор от частного владения. Вот. К сожалению, ходили по домам. Мы писали в газетах об этом. Мы рассказывали это на коллегиях, администрации и прочих представительных собраниях, куда приходили жители района, куда приходили должностные лица, организации, которые в районе работают. Тем не менее, вот два года усилий, таких вот персональных бесед, со звоночком в дверь, здравствуйте, мы вот вам предлагаем. Усилие, вернее, результат следующий. Около 20%. То есть, это ниже КПД паровоза, который, как известно, составляет 25%. Мы ничего не добились. Вот. Поэтому ждем первого числа, когда законодательно будет определено, что частные домовладения в том числе обязаны платить за вывоз мусора. И это будет включено им в платежку. Ну, только таким образом, да, когда будет какой-то штраф грозить людям за незаключение такого договора, наверное, эта цифра 20% у нас двинется наверх. Начнет возрастать. Начнем возрастать, да. Это очень больной вопрос. Ну, если мы дальше будем про это говорить, да, мы, я думаю, это обсудим. Мы вновь в студии «Диалога». Сегодня у нас в гостях первый заместитель главы администрации курортного района Андрей Александрович Константинов. Напоминаю, что победитель конкурса «Зрительских вопросов» получает у нас сегодня приз от медицинского центра «Маршал». это УЗИ, ну, на ваш выбор. И мы говорим сейчас о теме, связанной с вывозом мусора в частном секторе, но мы уже решили немножко расширить эту тему, поскольку она очень актуальна, и поговорить об этом более подробно. А для этого я хочу прямо сейчас зачитать результаты нашего опроса в группе ВКонтакте. Мы задавали такой вопрос нашим телезрителям. Многие жители частного сектора не платят за вывоз мусора. Как вы к этому относитесь? И вот такие результаты опроса мы получили. Негативно. Зачастую люди выбрасывают мусор в контейнеры у многоквартирных домов, жильцы которых платят за эти услуги. 69%. Главное, чтобы не появлялось новых несанкционированных свалок. 18%. Не вижу в этом ничего страшного. 11%. И мне все равно, где люди утилизируют свои отходы. 2%. Вот давайте попробуем, опираясь на эти цифры. Во-первых, кстати, как ваше ощущение? Насколько достоверны результаты этого опроса? Ну, по крайней мере, они радуют. Мне очень нравится, что 70% нетерпимо относятся к этому. Гораздо было бы хуже, если бы были равнодушны. 18%, которые говорят, что главное, чтобы не появлялись новые несанкционированные свалки, безусловно, не правы, потому что несанкционированные свалки – прямое следствие того, что не организован вывоз мусора, в том числе и из частного сектора. Ну, и в меньшей степени из контейнерных площадок, на которые валят все, кому не лень. То есть несанкционированная свалка – прямое следствие. Ну, не вижу в этом ничего страшного. И мне все равно… Ну, всегда есть люди, которым все равно. В популяции это примерно 5% населения вообще людей. У нас 2% – это говорит о здоровье нашего населения. Вот. Нравственном здоровье. Это радует. Вот. Теперь бы эти цифры, конечно, воплотить бы в реальные дела. Вот. А почему это нужно сделать? Приведу цифры. Мы, значит, считали, в связи с введением нового порядка вывоза мусора и вообще порядка обращения с отходами, мы посчитали, что у нас получается на 2019 год, какая картина. Значит, обеспечено платежами населения 66 тысяч кубических метров мусора. То есть мы за год должны собрать 66 тысяч кубических метров мусора, и люди, которые живут в своих платежках, это оплатят по тому тарифу, который выставляется жилком сервисами и другими управляющими компаниями. На самом деле в районе образуется 120 тысяч. В два раза больше. В два раза больше. Половина из них не обеспечена платежами. За счет чего их вывозить непонятно. Мы, зная эту ситуацию, всегда прикрывались различными вариантами финансирования, вот вывоза вот этого несанкционированного мусора. Где-то у нас помогала ГУЖа, значит, перераспределяя из каких-то статей, да, финансовые ресурсы, финансовые ресурсы на то, чтобы вывозить по договорам, значит, эти свалки. Очень сильно выручают курортный берег, который в рамках выполнения своего госзадания несанкционированные свалки по району вывозят. Но это стихийные свалки, которые образуются не около домов жилых, а вот в лесном массиве, на дорогах общего пользования, рядом с дорогами и так далее. Но все равно это очень большой дефицит. Мы написали несколько писем и в Комитет финансов. Мы обращались к вице-губернатору Николаю Леонидовичу Бондаренко, который поддерживал наши просьбы, ставил свои резолюции с тем, чтобы Комитет финансов обратил на это внимание. Но, к сожалению, в итоговом документе, а именно бюджете, который вчера был принят в третьем чтении, денег на мусор нам не выделили. В должном объеме. Давайте сделаем здесь точку небольшую, потому что у меня есть своя реплика, но у нас есть и звонок телезрителя. И мы его давайте послушаем сейчас. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Андрей Александрович. Учисова Галина Васильевна. Здравствуйте, Галина Васильевна. Добрый вечер. Андрей Александрович, у меня будет три коротких вопроса. Первое. Знаете ли вы, где находится улица Зощенко? Знаете, значит хорошо. Но хотелось бы, чтобы и все жители знали, где находится улица Зощенко. Ни где ни одной таблички, указательных нет. А хотелось бы, спасибо хоть, что работники библиотеки в память Зощенко устраивают там чтение, и молодежь, и взрослые все помнят его о нашем земляке. Пожалуйста, две таблички. Слева и справа. Хотя бы, чтобы люди видели, что наш земляк великий проживал здесь. Второй вопрос. Исполнится в феврале 30 лет вывода войск из Афганистана. Будет ли установлен памятник воинам локальных войск и в каком месте, где? И третий. Уже основу набил мой вопрос. Штвер Боброва никак не освещается. Хотя сейчас очень востребовано там, но погулять там вечером невозможно. И просто опасно даже. Спасибо. Удачи. Спасибо, Галина Васильевна. Спасибо. Начну с последнего. Сквер Боброва. Да, эти вопросы уже звучали. И в том числе об обращениях граждан. Значит, мы все документы подготовили. Вместе с проектом отправили в Ленсвет, который теперь будет заниматься вместо курорт-энерго освещением всего города. Потому что раньше Ленсвет работал в центральных районах, а периферийные районы освещались компаниями дочерними Россетей. Типа курорт-энерго. В Петродворце была своя компания. Сейчас все это передается в Ленэнерго. Надеюсь, что на следующий год эта программа должна быть включена в бюджет Ленсвета этого предприятия. То есть к Белым ночам можно ожидать. Да. Теперь памятник по годовщине вывода войск из Афганистана. Я ничего не слышал пока по этой инициативе. Если она будет, безусловно, мы рассмотрим. Напомню, что недавно к столетию комсомола, кстати, установили памятник напротив администрации, прямо вот в сквере перед озером разлив. Привезли огромный камень, закопали туда. Никто ничего не знал про это. Утром мы просыпаемся, а там камень стоит. И митинг идет. Вот. Теперь не знаем, что с ним делать. Потому что ведь установка памятника это не просто приехали, поставили и стали на него молиться. Это огромная процедура по его, во-первых, легализации, а во-вторых, надо понимать на балансе, кого он будет дальше находиться для того, чтобы проводить элементарные работы по охране, по содержанию и так далее этого памятника. Поэтому не хотелось бы, чтобы памятники у нас росли вот такими волонтаристскими методами. Вот. Тем не менее, если будет обращение, конечно, мы найдем место для этого памятника и его установим и откроем. Ну и улица Зощенко. Ну, раз нет табличек, Галина Васильевна, я бы тоже не нашел бы ее. Но ориентировался бы по библиотеке, потому что знаю, где библиотека имени Зощенко. Обратим внимание на две таблички. Я все записал себе. Спасибо. Спасибо, Галина Васильевна. А мы давайте вернемся к нашему разговору. Разговор связан с мусором, тем не менее. Мы должны все-таки пока сдвинуть эту тему хотя бы на уровне нашего разговора, наметить какие-то выходы, чтобы люди понимали, как все-таки проблема эта может быть решена. У меня вот какой вопрос к вам лично. Не зря я заговорил о комсомольской юности нашей с вами. Помните ведь, что называется, уже все решения были предложены тогда. Когда люди ходили, сдавали, например, стеклотару в специальное окошко и получали за это какие-то деньги, пусть небольшие, но это бы на карманные расходы школьникам, пионерам, комсомольцам хватало. То же самое было с макулатурой. То есть механизмы, уже экономические, они как бы существуют. Может быть, есть смысл к этому вернуться и запустить их, чтобы люди, особенно пенсионеры, у которых, может быть, небольшие пенсии, могли собрать небольшое количество макулатуры где-то, принести, получить за это, как какие-то там небольшие средства. Почему к этому не вернуться? Ну, вернуться, конечно, к этому нужно. И хорошо бы к этому вернуться, но времена изменились. Конечно, мы не можем войти дважды в одну и ту же реку. Дисциплинирование, наверное, был народ в то время. Мне кажется, что вот самодисциплина, вот то, что называется нравственность, да, вот добровольное согласие исполнять принятые всем вместе законы, вот, это было на более высоком уровне, чем сейчас. Вот какой-то нигилизм, который присутствует сейчас, вот не хочу, не буду, не заставите меня, имею право не делать, мне кажется, является основной помехой к тому, чтобы вот возродить какие-то такие вот организованные движения по сбору мусора, по его утилизации. Мне кажется, экономика сейчас работает и главенствует во всем. Поэтому, еще раз повторю, если люди бы понимали, что за сданные бутылки или стеклотару они получат деньги, нагрузка бы, вот вы назвали, там, в два раза увеличенная норма кубов мусора, да, и оплачена только половина. Так вот, я уверен, что значительная часть из неоплаченной части мусора в виде стеклотары и бумаги, например, макулатуры, она бы просто ушла. Люди бы сами добровольно отнесли в специальные пункты, получили бы за это свои денежки, и нагрузка бы уменьшилась, соответственно, и на вот эти организации, которые призваны вывозить весь этот мусор. В те времена... Нет, но ведь не найти, я вас перевью, извините. Обратите внимание, в советское время можно было выйти на улицу и около любой свалки, около любого мусорного бака найти кусок ржавой трубы, а может быть, из нержавейки что-нибудь такое. Сейчас этого ничего нет, потому что везде висят плакатики. Принимаем лом. Совершенно верно, проблема решена. С металлом решили, остальное также, по-моему, решается. Ну, в то время экономика была своеобразная у нас, поэтому не очень было понятно, откуда берутся деньги на оплату с данной стеклотары или принесенной макулатуры. Вот, сейчас ситуация такая, что жители должны платить за вывоз мусора, а не наоборот. Мусорщики не должны доплачивать жителям за то, чтобы они этот мусор им принесли. Вот, поэтому здесь все немножко по-другому работает и не так просто это вот все взять и возродить. Все равно придут к системе штрафов для тех же самых частей? Вот, конечно. Вот все серьезные крупные страховщики, я знаю нескольких генеральных директоров крупных страховых компаний, говорят, что никакие убеждения и уговоры не заставят человека пойти и застраховаться. Только страх за собственную жизнь, имущество и так далее. И страх действительно реальный. Вот тогда гонит человека застраховаться. К сожалению, природа такова. Да. Увы. Так вот, значит, ждут такие суровые времена с точки зрения... Мы, конечно, я могу сообщить официально, что мы, конечно, не допустим замусоривания района ни под каким соусом. Поэтому мы, безусловно, к весенним поправкам бюджета изыщем возможность профинансировать недостающие денежные средства для того, чтобы мы до конца года были спокойны с тем, что весь мусор будет собран, упакован и вывезем. Это я вам обещаю. Ну что ж, вот на этом мы пока поставим точку, хотя вопрос, в общем, еще требует дальнейших обсуждений и каких-то предложений, может быть, нестандартных, кстати. В начале передачи я упомянул слово «понижение температуры». Раз уж я его произнес, да, ну, неизбежно мы всегда перед началом зимы интересуемся, не ждет ли нас какой-нибудь коллапс температурный с точки зрения отопления наших жилищ. Насколько район готов к зиме? Ну, отопительный сезон в районе начался штатно, как говорят космонавты. То есть мы заранее начали готовиться. Город методически всегда помогает, жилищный комитет, комитет по энергетике. Все прошло слаженно, вот, все дома и все котельные были подготовлены. Я напомню нашим телезрителям некоторые цифры. В план подготовки к отопительному сезону было включено 1176 зданий, из них 880 это объекты жилищного фонда. Детские дошкольные учреждения 32, лечебные учреждения 84, школы 21, учебные заведения 2 и прочие общественные здания 149. Ну, плюс все это хозяйство отапливает 70 котельных. Из них 58 принадлежит Петербург Теплоэнерго, нашей теплоснабжающей организации, и 12 котельных ведомственные. Принадлежат, ну, или санаториям, Министерство обороны и прочим другим организациям. Подписаны все паспорта готовности 888. Отопление везде запущено. Отопительный сезон, напомню, начался 28 сентября 2018 года. Ну, и проблемы, которые с начала отопительного сезона возникали, они все одинаковые, как у нас в районе часто бывает из-за особенностей нашей отопительной системы четырехтрубной. Это завоздушивание внутриквартирных стояков центрального отопления. Вот батареи холодные, выходим в ручном режиме, регулируем. Сначала было по 70, по 80 заявок в день. Сейчас мы опустились до 1-2. Так что будем считать, что проблема исчерпана. И, в общем-то, никаких сюрпризов неприятных мы не ждем. Ну, конечно, если природа не выкинет какие-нибудь... Вот я как раз хотел вас спросить, вы с вами произнесли тоже это слово природа, да? В какой момент времени, в какое время года вы впервые начинаете интересоваться прогнозом на зиму? И какими источниками вы пользуетесь? Это гидромедцентр и филиал Санкт-Петербургский, который доводит нам информацию о... Это официальная справка, да? Да, на совещаниях, в комитете по энергетике, в МВК, городская межведомственная комиссия по подготовке к отопительному сезону до нас доводят основные параметры предстоящей погоды. Конечно, это больше похоже на гадание на кофейной гуще, но тем не менее ориентиры есть, что будет очень холодная зима или будет зима обычная, да, вот характерная для данной местности или, наоборот, будет теплая. Ну, вот в этом сезоне она будет обычная, то есть ничего такого не предрекалось. Не предрекалось. Ну, хорошо. Проверим гидромедцентр в очередной раз на себе. Давайте поговорим вот о чем. Есть проблема в районе. Это отсутствие воды и водоснабжения в пяти, по-моему, поселках района, да? Вот хотелось бы узнать от вас, как эта проблема решается, потому что появился такой нюанс, что для некоторых поселков эти водоводные трубы должны проходить рядом с пенатами. И правда ли это? И если это правда, то не будет ли это угрожать этому культурному и историческому памятнику? Присоединение поселков, которые находятся в нашем районе к Санкт-Петербургу, началось, конечно, не вчера, это было, да, курортный административный район был сформирован несколько лет назад, даже десятилетий, можно сказать, да. Но, тем не менее, это были поселки, это были пригородные места, которые не были оборудованы ни системой водоотведения, ни системой централизованного водоснабжения. Вот, поэтому сейчас, наконец-то, средства и силы позволили, значит, начать эти программы. Вот, они были анонсированы водоканалом два года назад, со сроком исполнения в районе, там, 25-го года. Вот, мы в прошлом году завершили переговоры с водоканалом о том, чтобы эти сроки приблизить. И это позволило нам говорить о том, что все работы будут завершены не позднее 21-го года. Вот, эти работы 19-й год, вот они, 18-й, 19-й год, вот они реально начались. Значит, все, кто ездит по Нижнему шоссе, видят, что проводятся работы сейчас в районе развязки с 39-м километром, где у нас там Белоостровская дорога, Зеленогорское шоссе присоединяются к Приморскому шоссе. И постепенно эти работы пойдут в сторону Солнечного, Репина, Комарова и Белоостров правее. А что касается Пенат-Репинских? Ну, конечно, постараются уж как-то обойти этот памятник, безусловно, не будут прокладывать через территорию, да. Я более подробно скажу, что водопроводные очистные сооружения, которые строятся, начали 25 сентября 2017 года, и окончание плановое стоит январь 2021 года. Значит, ускорение реализации проекта возможно к 2020 году, то есть примерно на полгода раньше. Водопроводные сети – это начало третий квартал 2017 года, а окончание первый квартал 2020 года. Попробуем завершить ее в 2019 году, то есть к концу года следующего. Значит, общее количество населения, которое получит воду и водоотведение, составит порядка 50 тысяч человек. Это вот все проживающее в этих районах. Вот. Ну и хочу еще сказать о том, что, конечно, эти работы вызовут некоторые неудобства в части передвижения у нас по району, потому что где-то с декабря месяца, плановая дата была 18 ноября, но пока она передвигается дальше, будет закрыто нижнее шоссе от развязки на 39-м километре до Комарова в одну сторону, в сторону Зеленогорска. То есть все будет. Это важная информация. Да. Значит, до примерно конца апреля. То есть это на несколько месяцев. Вот. Передвижение в сторону Зеленогорска будет возможно только по верхнему зеленогорскому шоссе, обратно по нижней дороге, потому что труба пойдет в кювете, вот, правой обочины, да, и, конечно, тут придется полдороги закрывать. Закрывать. Вот в этом плане будет неудобство. В нашей студии первый заместитель главы администрации курортного района Андрей Александрович Константинов. Напоминаю, что победитель конкурса зрительских вопросов сегодня получает приз. Это УЗИ от медицинского центра «Маршал». А в нашем разговоре мы остановились на вопросе, который я вам хотел задать, связанном с поселком Молодежное и с очистными сооружениями, которые там должны появиться, как я правильно понимаю. Да. Там ситуация лучше, чем с водопроводом в Комарово и в Репино. Значит, строительные монтажные работы, системы водоснабжения и канализации поселка Молодежного по прокладке сетей, выполненные на 100%, проложено более 10 километров канализации. Построено 6 канализационно-насосных станций и 214 раздаточных колодцев. Ввод в эксплуатацию построенных очистных сооружений в Молодежном запланирован до конца 2019 года. То есть уже практически совсем скоро. Пусконаладка, запуск и... Ну, то есть где-то через год мы встречаемся в этой же студии и узнаем по факту, что получилось. О, мы так далеко планировать не будем. Ну, почему бы и нет. Так вот, мы много говорили о мусоре. Вот как раз вопрос поступил от нашей телезрительницы. И Виктория ее зовут. Пишет она вот о чем. Живу в поселке Комарово. Хотела заключить договор на вывоз мусора. В администрации сказали, что до марта пока не заключают, потому что нет механизма заключения этого договора. Так ли это? И как решать эту проблему, если она есть? Ну, ответили правильно. Наверное, вопрос действительно актуальный. Многим так ответили, кто хотел. Ответили правильно, потому что вот я объяснял, да, что ввод этого единого оператора планировался. А этот ввод единого оператора кардинально меняет систему оплаты. Вот. То есть там, во-первых, система начисления меняется не с квартиры, а с человека. Вот. Во-вторых, меняется тариф. Не пугаю, не говорю, что в сторону увеличения, но он меняется, да, потому что регоператор вводит новый тариф, соответственно, он будет перечитываться на... в рознице, да, какой будет. И вот все готовились, что сейчас вот выйдут нормативные документы, и мы скажем, что все, теперь идти вот туда, писать то-то. Вот. И этого не случилось. То есть сейчас вот идет все к тому, что будет отыграно назад. Остается старая схема сбора мусора и вывоза мусора на неопределенный срок. Может быть, это будет полгода, может быть, год еще для подготовки к вот этим нововведениям. Поэтому сейчас можно смело опять идти в местную администрацию или приехать в ГБУ Курортный берег, сюда, в Сестрорезк, на Токарево-16, и с вами заключат договор. То есть проблема имеет решение? Да. Скорее всего, до конца декабря мы окончательно определимся, как мы вернемся сейчас к старой схеме, не перейдя на новую. Ну что ж, всего, наверное, месяц остается чуть больше, может быть, несколько дней еще до Нового года. Самое время поговорить о начале курортного сезона, летнего сезона, пляжного сезона. Поэтому я хотел бы, ну, как настоящие вы, как руководители, а мы, как журналисты, должны смотреть вперед. Вот. Что мы делаем? Так вот, пляж офицерский. Расскажите, пожалуйста, разговоры вокруг этого пляжа не утихают. Какова вот ваша информация, ваша версия всей этой истории? Вчера в администрации курортного района состоялись общественные слушания этого вопроса. Тема общественных слушаний формулировалась, как представить населению и заинтересованным лицам общую концепцию развития пляжей курортного района, не только офицерского, но и других пляжей. И в том числе поговорить о наболевшем. То есть вот обсудить ситуацию вокруг пляжа офицерский. Вкратце напомню, что пляж офицерский у нас начал благоустраиваться в этом году. Вот. Там были выполнены определенные работы. Выполнен первый этап этих работ. Завершение работ планируется в агротехнический сезон следующего года. То есть где-то после апреля месяца. Вот. Ну и некоторые граждане заявили о своем нежелании видеть на месте песка некие сооружения. Вот суть конфликта была в этом. Что вот здесь был песок, и всех это устраивало. А теперь здесь помосты, теперь здесь бетонное основание. Вот. И всего этого много. И вот верните нам, пожалуйста, пляж. Безусловно, точка зрения имеет место быть. Вот. Но тем не менее, говорить, что вот я вот здесь вот с детства ходила по песку, а теперь вот я вынужден ходить не по песку, тоже не совсем корректно. Потому что, ну, представьте, если в масштабах города начнется такое, да. Вот меня тут бабушка водила через пустырь в школу, а тут дома построили. Требую снести. Конечно, город развивается, город благоустраивается, в том числе и спальные районы, и пригородные районы. Конечно, появляется новое строительство. Поэтому вопрос о том, быть или не быть, наверное, ну, не стоит, а как быть, да. Мы готовы это. В какой форме, да. В какой форме? Острых дискуссий. Но, тем не менее, я скажу, что весьма прилично прошли эти публичные слушания. Вот. Уложились там, насколько я помню, там в полтора часа. Вот. Что решили? Значит, мы представили концепцию, что вот в основном мы на пляжах будем делать следующие работы. Это вот общая дорожка, это установка, значит, канализации, это туалеты, это душевые кабинки, это кабинки для переодевания и подходы к воде. В принципе, вот все, да. Ну, зонтики, лежаки. Вы сейчас смотрите, мы готовы эту концепцию разместить в электронном виде, там, в какой-то базе, да. Если кто-то считает, что вот это избыточно здесь, или же, наоборот, недостаточно, мы до конца года собираем ваши предложения. То, что можно подредактировать. Мы будем редактировать, да, прислушиваться к мнениям и взвешивать, да. Вчера нет очевидного такого впечатления, что вот все против. Да не все. Ну, сильно не все, да. Аргументы против вески? Ну, вот, нет. Вот я ходил здесь босиком. Вот вы отняли у детей песок. Ну, примерно так. Вот. Поэтому, значит, точка зрения следующая. Это пляж. Это не просто береговая линия, на которую мы пришли. Вот город пришел, там, в лице, там, ГБУ, курортный берег, и вот стали тут что-то лепить. Это пляж. Пляж – это сооружение. То есть это некая благоустроенная территория. Эта благоустроенная территория должна иметь определенный набор для того, чтобы соответствовать пляжу, да. Дорожки, фонтанчики для питья, туалет, душевые и так далее. Вот там это все размещается. Много, может быть, и много. Значит, мы рассмотрели проекты, готовы его двигать. То есть до третьи, примерно, вот этого большого помоста, где планируется, мы готовы убрать, да, чтобы увеличить зеркало песка, как говорится, да. Вот. Ну и полагаю, что это как-то примирит. Разные точки зрения. Совсем все снести и не делать нельзя. Ну, потому что пляж на виду, его видно с моста. Это, в общем-то, одна из визитных карточек района, да, красивый вид на разлив и благоустроенный пляж. С другой стороны, пляж действительно маленький, может быть, избыточно напроектировали искусственных поверхностей. Мы готовы пересмотреть. Более деликатно. Конечно. Спасибо. У нас есть звонок, и мы слушаем нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, мы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Будьте добры. У меня зовут Александр. Александр. У меня вот вопрос такой. Неожиданно у, так скажем, такой покупатель квартиры в жилищном комплексе «Водолей-2» возникли проблемы, им никак не получать ключи от квартиры. Можете ли вы где-то прокомментировать и вообще куда движется ситуация? Спасибо. Тот вопрос, который я хотел вам задать, и вот у меня опередил наш... Да, спасибо за вопрос. Значит, по Водолею. Ну, я напомню, что строительство многоквартирного дома, который называется сейчас «Водолей-2», это улица Цемяночная, дом 4, литера Е, осуществлялось самовольно. То есть это самострой. И напомню, что согласие между надзирающими инстанциями в лице службы строительного государственного надзора и застройщикам было достигнуто о том, чтобы выдать разрешение на строительство, уже когда коробка дома была построена. Это первое. То есть дом изначально строился не так, как, в общем-то, дома должны строиться. Вот. Во-вторых, где-то весной застройщик объявил о том, что не хватает финансирования для окончания строительства, и, значит, кредиторы подают иски о банкротстве. То есть сейчас вся стройка находится под процедурой введения внешнего наблюдения, внешнего управления. Ну, это вот стадии банкротства, которые должны проходить. Значит, какие-то работы там ведутся. Дом в эксплуатацию не принят, но бригады работают над отделкой. Вот. Ну, вот пока ситуация такая. Значит, она находится под контролем города. У вице-губернатора Албина проводятся периодические совещания. Вот. По этому вопросу. Значит, рассмотрение дела о признании застройщика банкротом назначено на 25 апреля 2019 года. До этого времени как-то это будет все достраиваться. Успеет ли это до признания банкротом или не успеет ввести дом в эксплуатацию, будет зависеть от финансовых возможностей застройщика, который пока вот работает. Какие у вас личные ощущения по этому поводу? Я думаю, что, конечно, дом будет достроен. Ну, не бывает такого, чтобы в 98-процентной готовности дом бросали, и никто к нему больше не подходил. Этот дом будет достроен. Просто единственное, что, может быть, это будет не завтра, а послезавтра. Ну, мягко говоря. У нас две минуты. Я хотел бы обязательно у вас спросить. Краткий ответ хотя бы получить о судьбе, не только я, это касается и жителей Сестрецка, а о судьбе бывшего дома купца Леонтьева. Вот как там развиваются события, какие перспективы и решения проблемы? Новые владельцы этой территории и этого строения, которое там было несколько лет, по-моему, два последних года, находились в судебных спорах с комитетом имущественных отношений по поводу правообладания земельным участком. В этом году, где-то в середине года было подписано мировое соглашение, и сейчас, значит, владельцы тире застройщики пытаются согласовать, значит, облик и проект этого здания, которое будет возведено на месте дома купца Леонтьевых в инстанциях. То есть они сейчас проходят согласование в КГА, они приходили к нам с проектами, три раза мы их разворачивали, вот, потому что строится огромное здание, вот, естественно, торгового центра, которое совершенно не впишется в, значит, антураж окружающей, да, окружающей действительности, окружающих домов, вот, но они, значит, все время перерисовывают и приходят к нам, мы их опять разворачиваем. Пока вот такая позиционная идет, у нас позиционный спор. Безусловно, мы, конечно, не допустим того, чтобы здесь построили бездумную коробку, вот, наше требование, вы можете профилировать учреждение свое будущее, как хотите, можете банком, да, но вы должны по габаритам быть не более, чем дом, который имел купец Леонтьевых. А внешний вид как-то вы оговариваете? Конечно, вот мы про это и говорим, да, и внешний вид, и габариты. Достойная оппозиция, будем надеяться, что вы победите в этой тяжелой, изнурительной борьбе. Я надеюсь, что да. А время подведения итогов конкурса зрительских вопросов, какой из вопросов показался вам наиболее интересным? Я, пожалуй, отдам пальму первенства. Сегодня вопрос номер один, Маргарите, спасибо за вопрос. То есть пакет вопросов был? Да, да, пакет вопросов, поэтому приз присуждается вам. Приз достается Маргарите. Маргарита, поздравляем вас, вы имеете возможность сделать УЗИ в медицинском центре «Маршал». Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней передаче. Спасибо. Надеюсь, все, о чем мы говорили, прояснит очень многие моменты для наших зрителей, снимет какие-то вопросы. Цель нашей передачи именно в этом и заключается. Спасибо вам большое. Благодарю также тех телезрителей, которые принимали участие в сегодняшней передаче, особенно тех, кто задавал свои вопросы. Всего доброго, будьте здоровы, и увидимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!